Всем привет! Я Мила и в этом видео я хочу показать вам первую коллекцию от нового российского инди-бренда для любителей котиков и не только под названием Naughty Cat или Непослушный Котик. В первой коллекции бренда 6 лаков с очень милыми названиями на кошачью тему. Давайте смотреть на лаки, а все детали будут в конце видео. Поехали! Начну с лака под названием I Have Paws или У Меня Лапки. Это оранжевая мультихромная слюда и бирюзовый шиммер в прозрачной базе. Это волшебный лак, который по-разному смотрится под ярким светом и против света. Под ярким светом в нем искрами горит бирюзовый шиммер, а против света этот шиммер становится бирюзовой как бы базой и придает всему ногтю голубой цвет. И на этом фоне во всей красе проявляется слюда. Под ярким же светом слюда прячется, то есть Ghost Flakes. Поэтому этому лаку подойдет как солнечная погода, так и облачная. Лак послушнейший. База прозрачная, но шиммера так много, что в зависимости от предпочтений его можно носить даже в один слой. Но я нанесла три, чтобы показать полное перекрытие. Слюды здесь также много, но она очень тонкая, послушная, не ощущается в нанесении. Финиш у лака гладкий и сохнет он быстро. На мне три слоя плюс топ. Второй лак называется Cheeky Muzzle или наглая морда. В светлой синей базе розовая мультихромная слюда. Это богатый слюдой лак. Слюда здесь в более пастельных оттенках, но все же насыщенных и постоянно переливается. В основном она розовая, но под наклоном проявляются оранжевый, золотой и зеленый переливы. База желейная, для полного перекрытия нужно три слоя, но желе послушное, хорошо наносится, хоть и немного жидковатое. Слюда практически не ощущается в нанесении, тоненькая, не придает текстуры финишу. Сохнет лак не очень быстро, а финиш с топом почти гладкий. Очень красивый получается оттенок в ходе наслаивания. Немного припыленный, приглушенный, но все равно насыщенный и красиво сочетается с розовой слюдой. На мне три слоя плюс топ. Третий лак называется I love your leather bag, или я люблю тебя, кожаный мешок. Это оранжевая мультихромная слюда в ярко-розовой базе. Это яркий неонистый лак. База у него холодная розовая, прям с фиолетовинкой, но при наслаивании и за счет оранжевой слюды кажется немного теплее, немного в сторону коралла. Но по оттенку такой немного выбеленный неон. Слюды также много, она переливается в зеленый, но она конечно не контрастная с базой. Она не очень крупная и не мешает в нанесении, не топорщится и финиш получается практически гладкий. Наносится лак без проблем и мне хватило двух слоев для плотности. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак называется So Convenient Box. Такая удобная коробка. Это серебристые хлопья и синелетовый шиммер в прозрачной базе. Это очень красивый нежный лак, горящий изнутри. Шиммер яркий, голубой под прямым светом и фиолетовый под наклоном. Очень красиво переливается. Хлопья мне почему-то больше видятся лимонным золотом. Их много, они мелкие и тоже дают эффект горящей полосы. База прозрачная, поэтому лак не плотный. Я нанесла его в три слоя. Наносится он хорошо, без каких-либо проблем. Достаточно быстро сохнет и финиш у него гладкий. На мне три слоя плюс топ. Следующий лак называется Midnight Crazy Тыгдык. В сливовой базе бирюзовый магнитный блик. В этом лаке потрясающее сочетание цветов. Практически северное сияние. Глубокая сливовая база, не уходящая в черный и ярчайший магнитный блик. Бирюзовый под прямым светом и шифтищий в фиолетовый и розовый под экстремальными углами. Но также можно одновременно уловить две полосы на ногти. Бирюзовую и, соответственно, розовую. Шифты очень яркие и полоса отлично держится. Мне нравится, как этот блик смотрится именно в просто желейной базе без всякого наполнения. Его, кстати, можно и не магнитить, и тогда получится красивый мультихром. Наносится лак легко, но слегка жидковат. Он не очень плотный. Может хватить двух слоев, но я нанесла третий. Финиш у него гладкий. На мне три слоя плюс топ. И последний в этом релизе лак называется What If I'm Not The Boss? Что, если не я босс? Не, бред какой-то. Очень нравится мне название у этих лаков. Итак, это магнитные огненные хлопья и зеленый шиммер. Очень эффектный магнит. Здорово в нем сочетается все. Зеленая база из шиммера. Под наклоном она шифтит в тил. А магнитный блик действительно горит огнем. Такой он яркий. Под наклоном он становится золотым. А под вспышкой я вижу в этом лаке множество цветных искр. Как будто в нем есть отражайка. Но это не точно. Наносится этот лак хорошо, но магнит лучше подержать подольше. Для полного перекрытия мне хватило двух слоев. Финиш у него слегка шершавый. На мне два слоя плюс топ. Вот такой получился первый релиз от нового российского инди бренда. Мне очень понравились лаки, замесы, концепция. Я люблю котиков. Но и лаки, правда, на мой вкус очень красивые. В них и горящая слюда, и горящий шиммер. То есть все на максималках. У лаков безопасная формула 11 фри и удобная кисть-лопаточка. Приобрести эти лаки можно будет только на официальном сайте. Ссылку на него и на телеграм-канал бренда я оставлю в своем телеграм-канале. Так что заглядывайте туда. Релиз будет из наличия с лимитом. Так что если лаки понравились, не упустите возможность. Хочу пожелать успехов этому бренду. Я очень рада, что у нас появляются новые и новые инди бренды. Так как красивых лаков много не бывает. Пишите, что вы думаете об этом релизе в комментариях. А у меня на этом все. Поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.